Подскажите, какие мантры начитывают на них? Омна Махшивая начитывает на них. И можно ли получить посвящение для этого у вас? Не нужно. Чётки из Рудракши являются чётками, которые делают человека верным. Вообще есть такое понятие. Оно называется Вешва. И по-другому обозначает верность. И в чём оно заключается? И Рудракша является проявлением верности. Вообще, вы знаете, что верность Богу, верность семье, верность к каким-либо идеям, верность к высшим силам, доверие к высшим силам, это всё является духовным ростом человека и является основной духовной практикой. Рудракша – это элемент верности. Когда вы приедете в Индию, особенно в Варанаси, то можете увидеть людей, которые исповедуют. Люди, у которых вокруг шеи намотаны чётки из Рудракши в большом количестве. Для чего? Дело в том, что человек со временем, он начинает, его начинает испытывать. У него появляются сомнения. Допустим, у человека, который решил всю свою жизнь быть верным Богу Шиве или Богу Кришне, или какому-либо Богу, там, Кришне, как Довраха Баба, или там, Шиве, как Патрул, поёт Баба. И когда человек живёт таким образом, то он со временем может быть склонен к тому, что у него появляется идея не быть верным. Но он всё равно преодолевает это, и это является одним из элементов духовного возрождения души и духовного роста. Чётки при этом, которые созданы из Рудракши, являются элементами преданности. Если вы преданы чувству любви к Иисусу Христу, если вы считаете, что ваш Бог Аллах, и вы преданы этому, и чувствуете Его любовь по отношению к себе, совершаете намаз, но иногда появляются сомнения, несомненно, они должны быть, несомненно, потому что любые сомнения на пути духовного роста есть проверка. Если человек чётко проходит такую проверку, стойко возвращается к тому, чтобы быть человеком сильным, верным, то это всегда вознаграждается. Поэтому каждый раз, когда человек не отступил, каждый раз, когда он был верным, это очень награждается. И в семьях тоже. В тот момент, когда мужчина или женщина очень сильно желает, возжелала кого-то, или пожелал куда-то, или в гречку сходить, или на что-то посмотреть, если он это преодолевает и делает это заради семьи, то это называется путём верности. И за то, что человек верен, в этот момент он становится вознаграждённым. Хотите в это верьте, хотите нет. Любой духовный рост, он обычно с этого и начинается. Быть верным чему? Смотрите, человек верен доброте. Я, допустим, живу в семье, один из моих элементов жизненных, я соблюдаю некую пунью, такую её называю элементом доброты или верность доброте, и стараюсь быть всегда верным. И в этот момент обязательно появляется желание покричать на того, кто чавкает, кто-то там чешется, кто-то злится, кто-то обижается. И в этот момент это и является для меня духовным ростом. И да, можно воспитывать, кричать, ругать и так далее. Но если это преодолеть, если это переступить, если это делать, то это вознаграждается. Чем? Материальным благополучием, новыми качествами, которые даются вам, новыми чувствами. Да, это такой вот сложный духовный путь. Вообще вы должны знать, что человек создан на земле для того, чтобы стать добрым и счастливым и радостным. И все, что с ним происходит, это его воспитание на пути духовного роста. Каким образом происходит? Человек, который злой, допустим, в школе был злой, начали бить, человек подобрел, все. Если человек подобрел, из-за того, что его в детстве обижали, он всю жизнь будет добрый. Но если у него при помощи гипноза убрать эти воспоминания, он вновь становится злым. Но я могу сказать о письменах древних, которые, или священных текстах, где всегда говорилось о том, что любые трудности, которые возникают в жизни человека, в естественной жизни человека, они связаны с его духовным либо падением, либо возрождением. И в этот момент у него появляется выбор. То есть выбор быть более терпеливым, быть человеком, который проявляет доброту, проявляет любовь, проявляет милосердие, который не тянет это за собой, не вспоминает, не мстит, не плюется в эту сторону, а человек, который дальше продолжает жить. У такого человека есть шанс духовного роста. Но есть другой тип людей, которые ненавидят всю жизнь, которые готовы до последнего добиваться, которые готовы убить ради какой-либо идеи, или затеи, или чего-либо. И это, конечно, добровольный выбор человека. И так мир делится на тех людей, которые считают себя великолепными, хорошими, но делают жизнь людей, которые вокруг этих людей находятся, невыносимыми. Я таких людей часто встречаю. Встречаю таких людей, они в жизни очень милые, теплые, добрые создания. Даже визуально могут выглядеть, как такие добрые, красивые мишки панду. При этом дома они устраивают истерики, скандалы, матерятся, кричат на детей, ненавидят внуков, хамят мужьям, или мужья, мужей просто посылают, ни за кем не смотрят, ведут неряшливую жизнь, причем неряшливую, как чувственно, так и телесно, и так далее. И, конечно, это говорит о духовном падении. Человек не может преодолеть, но внешне он создает прикольную, такую красивейшую картину ангела. Прямо одевает на себя маску ангела. Я таких людей видел. Я когда-то был свидетелем, женщина одна, разговаривает по телефону, и говорит, тогда еще телефоны были дисковые, она говорит, ты, Леночка, надо же, я так рада, что ты позвонила, я тебя так люблю, мы так давно не встречались, а как твои детки, а как твой супруг, надо же, вы мои зайчики, мы... в этот момент подходит ее внук, которому было там 7-8 месяцев, и тянет ее за юбку, и показывает, что ему там в бутылочке нет компотика. И она вот так прикрывает, и говорит, пошел отсюда, и ногой его так раз, оттолкнула бабушка. То есть, и у нее на лице сразу же поменялась одна картинка на другую, то есть, она не была настоящим человеком, она снимала одну маску, одевала на другую, снимала одну, одевала на другую, а где ты настоящая? Если человек не живет настоящей жизнью, то на него можно бесконечно влиять. Человек должен быть настоящим. Более всего настоящим делает человека его чувства, более настоящим, чем чувства любви и доброты, ничего не делает человек. Поэтому носите чётки из Рудракши. Мантра для открытия чёток из Рудракши звучит так. Освящение чёток звучит или мантра звучит так. Ом руце раманай праватая хум и семь раз нужно подуть на чётки. Ом руце раманай праватая хум. После этого зарядить чётки для того, чтобы они давали вам верность и доброту мантрой. Ом марамара беманакарам ахазава хум. Ом марамара беманакарам ахазава хум. Итак, ом руце раманай праватая хум и ом...